и опять мы приветствуем вас на канале рейса горяченко дача сада город цветы который базируется в городе измаил это юг одесской области и юг украины но вот такая погода который я не помню за все годы жизни здесь измаиле чтобы было 77 1977 года вот такая впервые но и тем более то что происходит вот такой циклон который кружится на одном месте и нас продолжают заливать тем более июнь месяц и не просто заливать а еще и холодная температура вот в течение суток от плюс 10 и днем плюс 11 градусов вот такая температура держится снова льет правда не ливень это нас тоже спасает это радует зонтики растения себя пока укрывают картофель уже развалился ну и тема сегодня связана напрямую именно с этой погодной обстановкой и подсказка чтобы вы заранее подготовились очень важно такая ситуация не только на юге по вашим сообщениям и россия и беларусь сибирь тоже за уралье есть регионы где очень жарко есть вот такая вот ситуация когда вот резко температура меняются и вместо жары потом приходит вот резкий ливень меняется антициклон на циклон и температура конечно резко меняется что в таких случаях происходит вот это то о чем я хочу сегодня вас предупредить чтобы вы были готовы если сверху можно каким-то образом защитить растение быстренько обработать перерыве даже между этими осадками или сразу же когда закончится уже осадки обещают уже завтрак обеду можно пройтись по картофелю мы это сделаем но вот беда которая уже началась во многих регионах эта беда связана с корневыми гнилями вот там под растениями сейчас начинают страдать корешочки потому что сейчас повышена влажность температура низкая недостаток света и нету дыхания и получается что вот были резкие скачки было где-то жарко где-то и было прохладно вот эта температура даже без скачков низкая влажность почвы вот она постоянно не просыхает ну и эти все условия создают самое самое главное условие для развития корневых гнили что такое корневые гнили это комплекс заболеваний вызываемых патогенными грибами и даже бактериями сейчас и вирусы уже есть все подряд вот это подключается потому что растение беззащитно дышать нечем нечем ему защищаться оно вот со всех сторон сжато температурами влажностью отсутствием солнечного света и начинается вот это буйство целая орда на корнях наших растений подготовьтесь можно изменить ситуации но те кто не имеет доступа до биопрепаратов я испытывала в своей практике есть такой препарат превикур энерджи ну крайний случай или фундазол это как только потеплеет вы можете пройтись по огороду просто нужно полить не обрабатывать сверху а полить под корень чтобы туда да вспушить землю и чтобы туда попали именно вот попал этот раствор хотя бы немножко именно под корешочек нужно это полить ну а я использую уже много лет проверенные и хорошие препараты которые тоже вы знаете и пользуете смотрите фитоспорин м делайте раствор покруче потемнее и то же самое пролив под корень но в прошлом году я испытала новый подход кстати я успела до этого дождя видя что циклон такой интересный крутящийся и мы попадаем в эту крутящуюся волну я купила уже заранее очень хорошие препараты и эти препараты кстати доступны во многих странах это старые известные еще из далекого времени советского вот называется триходермин трихофит ищите триходермин есть жидкий у меня вот жидкий есть в порошке использовала и этот и тот препарат заранее себе заготовьте видите как только выходит из циклона ваш регион и как только можно даже в сапогах пройтись заправляете раствор я не жалею я ставлю пол литра на 10 литра воды то есть 9 с половиной литров надо 10 у меня литра получается заправка 9 с половиной литров у меня воды теплой не холодной не в концу че и пол литра вот трихофит триходермин что у вас есть если порошок читайте там инструкцию увеличивайте в два раза это не повредит и старайтесь прямо покупать растения свои опрыскивать и чтобы и землю опрыскивать под корешком если нет возможности просто у меня была возможность до дождя было сухо и я просто пролила все рядочки прошлась и пролила вот этим раствором под все растения но каждый огородник это же небольшие участки можно это сделать если вы опрыскиваете то вот очень интересно работает триходермин это отдельная тема у меня уже есть кстати тоже видео очень хорошо работает но не соединяйте с триходермином ничего если хотите получить хороший эффект после триходермина далее будет еще один препарат достаю его у нас это доступно в украине кстати есть разные производители ищите там где есть сертификат у производителя и там покупайте потому что да и чтобы были они обязательно свежие вот есть такой препарат гаупсин гаупсин я сразу же обрабатываю через день-два после триходермина полностью все растения это убирает споры грибковых заболеваний на листьях на стволике на вот тоже и почву обрабатывать триходермин попадая на почву с растений сыпется и там грибочки попадают землю и начинают свою работу а гаупсин можно и тоже поливать но я его использую как обработку и тоже ставлю девять с половиной литров теплой воды не горячей теплой воды это температура воздуха будет 25 значит 25 должна быть до 28 градусов вот такая температура и пол литра гаупсина не жалейте при таких условиях которые сейчас у нас на которых мы находимся находятся наши растения необходимо будет срочно подготовить эти все препараты и обработать но я вам назвала сейчас и химические препараты ну вот привикур энерджи неплохой препарат когда-то когда не было доступа до этих препаратов биопрепаратов я его один год использовала тоже неплохо фундазол под корень я бы не советовала потому что срок ожидания его не очень хорош а вот если да и потом я ощущаю фундазол если им пользуешься и в землю его заливаешь потом этот остаток на вкусе картофеля ощущается и тоже испытала это много лет назад поэтому используйте биопрепараты выращивайте у нас с вами дачники и огородники вся судьба и зима впереди в наших с вами руках поэтому выращивайте для себя экологически чистые используйте по сказке опыт тех кто уже это прошел и делает желаю вам удачи и наконец-то хорошей погоды хотя и эта погода тихая спокойный такой тихий спокойный дождь гривной как у нас называют он ужин для земли потому что у нас уже было сухо а там где сухо желаем вам хорошей погоды с хорошими приятными такими спокойными осадками как у нас сейчас чтобы не было никаких ветров градов и тому подобное чтобы были благоприятные погодные условия у вас ну а нам тоже уже потепление и хорошей погоды солнечной чтобы растения начинаю и начинали уже вегетацию потому что они почти засыпают в этом состоянии при таких температурах и при такой погоде мы прощаемся с вами до следующего видео надеюсь что у вас все получится и мы с вами выйдем из этой ситуации победителями а самое главное здоровыми и с урожаем до новых встреч в новых видео